Партизан начинает с центра поля и моментально спартаковцы бросаются вперед. Большими силами партизан отходит в глубину, теряет мяч. Тихонов играет на Титова. Титов на левом фланге. Пашнов, но и опаснейший момент. Там, по-моему, Кеченов с мячом. Нет, это был Александр Ширко. Попасть в поворотов ему было сложно. Ширко обозначил. Спартаковскую комбинационную с большим количеством передач. Практически все футболисты умеют участвовать в атаке. Опасный момент снова. Робсон! Мяч прилетает через него. Тихонов в ближний угол. Как всегда, чуть левее левой штанги. Игрок может быть опасен на любой момент игры. Вот уже довольно уверенно партизан чувствует себя в центре поля. Поставил ключево сопернику Владимира, по-моему, Ивич. Нет, это был Джорджи Томич. Решение контролировать тем самым ход игры. Булатов. Справа Кеченов. Кеченов показывает руками своим партнерам. По-моему, он показал Титову, что он освободил его место для забегания. Что-то сделал. Очень подвижная оборона партизана. Не более одного-двух вариантов. Опасный момент. И вот первый момент партизан тоже прибавил. Но это уже просто следствие того, что команда была определенным классом. Это не столько от физической готовности зависит. Понятно, что 90 минут партизана тогда было трудно провести на одной высокой скорости. Вот опасный момент может получиться. Робсон бить надо! Мяч пришелся... Удар пришелся прямо во вратаря. У меня показалось, что Робсон немножко тянулся за мячом, когда наносил удар. Не очень было ему удобно. Вот, нет-нет, пожалуй, нет. Цельный срок. Здесь в последнюю неделю перед зоном команда играет, конечно же, в геометрической прогрессии очень быстро. Самотвержен играет Крастайч, защитник. Наверное, это может быть очень интересной находкой. Вот сейчас Робсон туда сместился и, повторюсь, был совершенно один. А вот это уже может быть опасно. С мячом Матой Кежман. Без скорости он пошел так в центр. Мне кажется, лучше было бы ему продолжать движение во франк. Но этого не сделало, слава богу. Булатов. На край Ширко. Нападающий Спартака очень много двигается в первые минуты игры. Ширко в штатной площади можно было бить. Чуть-чуть упущен момент. Булатов. И мяч рикошетом от ноги. По-моему, защита. Это позволяет немного атаковать именно на завершающей стадии полузащитникам. Во всем форудов командную эту игру вписано. Вот так не забивают, жаль. Титов. Хороший момент. Ширко. Играет мяч под себя. Можно бить. Опаснейший момент. Ширко попадает с нового вратаря. Фактически ногой играет Дамьянац. Ковтун. Не получилось с него передачи. Еще раз попробуй. Робсон. Нет, мяч к нему не дойдет. Ну что ж, Ширко сам бросается в ноги сопернику. И атака сорвана. И быстро-быстро-быстро вперед нужно идти. Титов, Робсон и Ширко. Это уже вполне достаточный атакующий кулак. Титов чуть затянул. Снова он с мячом. Да, ну вот мы говорим о коллективизме действий партизана в обороне. Но заметьте, что как только вот первый, такой самый первый рядук оказывается взломанным, уже непосредственно... Игорь Жатомича очень сильный удар у 10-го номера. Боистый Который имеет опыт игры за границей. В атлете команды, который провел несколько матчей, но основным игроком не стал. Булатов. Тихонов. Получил сейчас мяч. Ковтун забегает. Тянулся Титов. Вот в его стиле какой-нибудь этой комбинации. Он, естественно, занимал место в центре ворот. И шансы на гол были бы очень велики. Вот и говори после этого, что за мячей в ближний угол, Атер всегда отвечает. Далеко не всегда. Быстрая атака с фланга как раз позволяет на ближний угол. Опаснейший момент. И вот уже Филимонов в воротах блистает. Он сегодня вышел на игру не Бриттен. Пока заметно. Вы помните в начале игры Парфенов мог, резко взорвавшись, прорваться до коворота, но промедлил. Потом мы уже видели, как Ширковый тоже выстакивает к воротам. Все делает прекрасно, но только до удара. Заметно, заметно нервовность. Роксон пяточкой. Роксон звучит забавно, но все-таки пострелившись. Вот по своим воротам бьет защитник Игор Дуль. Соперника, но вот выгоду Тихонов и сместился, и финток сделал, и сохранил мяч. А Спартаков не продвинулся совсем. Вот снова на левом фланге Дуля и потерял Тихонова. Ненадолго один был Андрей, но пас сделать было трудно. Вот удар бил Булатов мимо цели. Кстати, Дамья нас пока не блещет на выходах. Не вступает в борьбу. Пас он может отдать, вспомнить хотя бы пас по нову. На стат де Франс Дамья нас играет кулаками. Это было рискованно. Когда он уже вышел из ворот, трудно было как-то по-другому сыграть. Ловить мяч на вытянутой руке, конечно, очень трудно в такую погоду. Но вот, если бы кто-то из спартаковцев был рядом, можно было бы сразу бить спустой Волтер Робсон. Опаснейший момент. Луис Робсон не попадает в дальнюю девятку. И совершенно, я думаю, заблуждается Андрей Тихонов, который тут же побежал к Робсену и сказал ему, видимо, несколько слов о том, что нужно было бы сыграть на него, на Тихонова налево. Ну, может быть. Но смотрите, какой опасный удар нанес Робсон. Очень опасный. Грамотный защитник иногда оставляет Тихонов. Вот сейчас Тихонов свободен. На него! Слева Тихонов один. Если бы сразу перевести в центр, там были Робсон и Ширко. Тихо, Титов! Ай, ну что же это за... Добежал, я думаю. Дождь у нас снова усиливается. Погода все более и более спартаковская. Булатов. Ширко снова Булатов, Тихонов свободен. Вот давление-то сказывается. Дуляй уже опаснейший момент. Гол! Гол! Александр Ширко открывает счет в сегодняшнем матче. 1-0. На 36-й минуте. Додавили, додавили. Наконец-то. Подача ошибается защитник. Неожиданно для Робсона у меня еще подниму в голову. Не получилось удар. И это даже хорошо было. Потому что удар реагировал Никола. Дамьянац. А вот на последнее действие Ширко уже нет. Никакого там не было офсайда. Абсолютно не было никакого офсайда. Можно махать руками сколько угодно. Только создаст ветер. Чаша лужников. И вот здесь вот... Мы говорим о том, что... Конечно, Ширко и Робсон играли в прошлом году вместе. Но в данный момент, наверное, о связке в их лице говорить не стоит. Ковтун бьет. И опасно бьет. Смотрите-ка. И Робсон устремляется за мячом. И догоняет его. Нет. Но догоняет только, чтобы удавить его рекламный щит. Потому что Робсон находился в офсайде, как выяснилось в момент удара Фокуна. И боковой судья об этом сигнализировал. Берн Духаймеман. Вот заряженность на борьбу. Я говорил сейчас о Робсоне. Проблема. Это и нестабильность. И определенные несколько техники. Но все же он настоящий нападающий. Вот он снова в центре выставной площади. И вот, пожалуйста, я говорю о техническом. Проблемах. Попадает. Скользко. Мокро. Трудно. Слоги на небо смотреть не рекомендовали. Кешман рвется вперед. Блестяще играет Филимонов. Великолепно на выходе. Как раз в интервью перед этой игрой на этой неделе советскому спорту. Вот опасный момент. Кеченов. Казал за момент упущен. Прострельная передача. И Дамьянац в падении накрывает мяч. Пекович и Кеченов. Кстати, вот 23 номер Пекович сегодня фактически действует в обороне. Робсон и Ширко сейчас фактически вдвоем против одного центрального защитника после Стайча. Это позиционно. Это ситуативно. Это еще ничего не говорят. По-моему, бил поворотом сейчас. Стайчем. Филимонов прекрасно играет кулаком. И Робсон еще дальше мяч отправляет. Теперь остался один только Ширко. Опасный момент снова. Филимонов прекрасно занял позицию и выиграл. Может быть, командой первого тайма. Титов. Тихонов. Тихонов поставил плечо. Жестко доборолся. Молодец. Булатов. Титов. На Робсона. Робсон один здесь с мячом. Пас вдоль ворот. Дабьянад сошибается. Кеченов бей. Такое впечатление, что неудобно было Кеченову наносить удар. Всего лишь угловой, а мог это быть гол. Робсон сыграл. Может быть, не очень тщательно. Вот видите, у Кеченов как-то ковырнулся мяч из-под ноги. Похоже, он хотел ударить в ближний угол. Так нестандартно, нетривиально сыграть. Опасный снова момент. Парфенов бил. Вот Кеченов и Парфенов. Это классная связка справа-то. Очень хорошее взаимопонимание. И здесь Дамьянад был бы без Тихонов. И вот если бы туда налево кто-то смещался в отсутствие дыря, было бы очень опасно. Это сейчас снова так было, но далеко от ворот. Робсон. Пас на Тихонова. Можно было бибить. Удар, рикошет от ноги и угловой. Вот возвращаясь к предыдущему моменту, когда Ширко. Тихонав. Пас на Робсона. Робсон головой выигрывает. Снова. А пока он играет очень неплохо. Вот смотри, пошел назад, помочь защитникам. Ступил в борьбу, навязал, можно сказать, борьбу. Вот здесь уже отобрал мяч практически. Откачил Читов, а так было уже опасно. Опаснейший момент. Кешман. Оффсайд показывает. Е начинал атаку Христов, а не Булатов. Я ошибся. Вот видите, Кешман бьет сразу. Хотя Питер, на мой взгляд, не уступает. Тем временем штрафной. Ивич бьет. Это опасно. Попадает в край стенки. Снова пытается загрузить мяч в штрафную. И, пожалуй, что к нашей радости Ивич поторопился. Посмотрим, как это скажется на матче. Ширко. Отличный пас. Ширко, Кеченов. Ну же. Еще можно забивать. Но как же не попасть в ворота. С такого расстояния. В такой позиции. Но я понимаю, что можно в защитника попасть. Но в конце концов, чтобы получилось удар и пошел мимо. Ну как же так. Ширко здорово сыграл. Вывел Кеченов. Вот наконец-то Кеченов получил мяч. Он все время свободен. И вот здесь. Из глубины Булатов, по-моему, бил. Нервная, нервная игра. Нервная игра, нервная. Снова Робсона разводит руками. Но, кстати говоря, то, что Булатов бил, это было совершенно нормально. В атаке мяч терять можно. Если обостряешь, если рискуешь, если идешь вперед. Главное пометало бы... О, Ширко, ну же! Что показывает Хайнаван? Хайнаван показывает, что надо вставать. Потому что у Томича удар стенобитный. А бил-то, по-моему, и не Томич. Бушманов пошел вперед, попросил мяч. Ему его немедленно дали. Пас на Кеченова. Но снова на Кеченова. И сразу острота. Аут. Югославы настолько медленнее. Спартаковцы возвращаются с небрежностью в нашу пользу. Много-много сил отняла игра. Титов. Прекрасно пяткой на Тихонова. Гоу! Гоу! 2-0! Самый трудный момент. Когда... Мне казалось, что уже футболисты отдельно изнемогали. Когда уже, можно сказать, просился перевод отдать на другой фланг. Тихонов, Андрей Тихонов. Использовал единственный свой момент. Созданный ему с Егором Титовым. Великолепным пасом пяткой. Смотрите еще раз. Смотрите, наслаждайтесь. Увел защитника. Двоих, троих для себя собрал. И Тихонов рывком ворвался в штрафную. В два касания сделал гол. 2-0! Ну, хорошо. Хочется петь танцевать даже. За счет своей харизмы в нужный момент сыграют так, как надо. Я вспоминаю матч золотой. Фактически матч Спартака с Ротором в Волгограде. Помните, по реке народу сегодня много. Точно стоять не могу. Сколько? По-моему, тысяч, наверное, 40 точно есть в Лужниках. Больше половины значительно. Вот опасно, опасно. Держать, держать Кежмана! И смотрите-ка, Филимонов готов по всему. Керман Крамич. Парфенов. Вот Парфенов снова читает игру. Очень универсальный футболист. Где угодно Бадону может играть. Он может оформиться и защитник по сыграть с успехом. Течный ход в штрафную. Нужно бить! Опасно! А вот, может быть, сейчас. Но это уже мы за одним умом, конечно, все умны. Время, мяч уже в игре. На половине поля Спартака. Там верховую борьбу выигрывают наши. Парфенов. Булатов. Нарушал правила борьбы с ним Ильич. Но мяч остался у Булатова. И Хайнеман показал, что он все видел. Но, пожалуйста, продолжайте игру. Хоть и седьмым попадем на 90 минут. Это вам достойный свисток. Пока не будем. Кеченов! Робсон! Гол! Нет! Рикошетом мяч. Вот с моей точки... С моей стороны. Как раз вот так... Ну, собственно, как мы все с вами спорят, только с этой стороны. Оказалось, что мяч уже опускается. Опускается под дальнюю штангу. Но не опустился. Третий гол нужен. А кто штрафной? Страфной снова Печенов. Снова в Валеру въехали ногами. Вы приглашаетесь на пресс-конференцию. Печенов Пытаяц сыграл. Пусть партизана. Но мяч был потерян не вследствие этого. Поэтому не остановил игру Бернт Хайнеман. Бернт пытается сделать передачу. Прогнал Христов соперника. Томич. Вот опасно. Ильича держи! Очень опасно! И сразу же, сразу же готов упасть под пенальти. Футболист Югославского клуба. Хотя пенальти никакого в помине не было. Чтобы за симуляцию карточку показать Томичу. Уже не первая сегодня симуляция. А Герасимовский нанес дальний удар. Очень опасный. Вот смотрите здесь. Хоп! Ручками сплеснул. Конечно, может быть, и будут это отрицать, руководителя Спартака. Потому что кому хочется афишировать свои слабые стороны, это понятно. Не потому, что не хочется, скажем так, признавать какие-то расчеты. А просто потому, что зачем... Питок. Сиконов. Ну и еще один гол. Рикошет его главой. Партизанами Адрак Ешич. Саба вошел в игру под пятым номером. Издали пытается... Партизан дома играет значительно сильнее. Так что игра будет тяжелой. Вот опасный момент. Титов падает. И Берн Кайнеман. Решительными шагами идет к Титову. И показывает ему желтую карточку за симуляцию. Давайте посмотрим, что здесь было. Ну что, это то, что не очень хорошо видно. Роксон. На Булатова. Дальше Тихонов слева. Вот Тихонов... Вот теперь он обыгрывает Дуля и обыгрывает раз за разом. И вот сейчас, наверное, Дуля был неправ, отталкивая Тихонова почти что локтем. Удар поворотом бил, по-моему, снова Булатов. Ширкова и Тихонов на 38-й и 74-й.